Знакомство с пассажирским автопредприятием началось с экскурсии. Ивану Абрамову показали автовокзал, работу кассы и зал ожидания. Территорию ПАТП – помещение, где проходит подготовка автобусов к рейсам и проводятся ремонтные работы. В штате ПАТП работают 10 слесарей, которые обеспечивают техническое обслуживание автобусов. Специалисты работают в две смены, заботясь о том, чтобы на линию пассажирский транспорт выходил подготовленным. ПАТП старается регулярно обновлять автобусный парк. В этом году масштабную поддержку в этом оказал федеральный бюджет. На выделенные округу средства администрация закупила пять новых автобусов. Каждый оснащен видеонаблюдением и специальной системой для помощи маломобильным гражданам. Автобусы будут использоваться для обеспечения регулярных рейсов на внутримуниципальных маршрутах. Вы крепко стоите на ногах, но и нужно как бы дальше развиваться. Потому что все-таки того автобусного сообщения, которое сегодня у нас есть, не хватает. И будем со своими заместителями, коллегами по администрации доказывать администрации Вологодской области, что нам необходима помощь для развития автобусного сообщения, но и в целом вашего предприятия. Сотрудников ПАТП, как и многих других жителей Великого Остяга, волнует вопрос ремонта дорог. Работы много, признаются представители местной власти. Но она начата и будет продолжена. Мы ремонтируем две улицы. Улицу Красноармейскую и улицу Копылова. Это наши пруды, где мы делали благоустройство, которое пока еще не завершено. Но я думаю, пока в этом году мы его завершим. Много-много чего из дорог нужно сделать. Поэтому то, что нам удастся на этот год, люди увидят. То, что не удастся, обязательно это будет у нас в повестке. И на следующий год будем планировать, чтобы те дороги, которые сейчас, допустим, сам лично увидел. Вы видите, когда снеготаяние, то есть в некоторых местах просто пройти невозможно. То есть понятно, что 21 века – это уже такая нетерпимая ситуация. Особенно интересно сотрудникам по АТП судьба ремонта дороги Добрынина-Дымково. По ней проходит регулярный автобусный маршрут. Хотелось бы, чтобы вот эту дорогу, там уже, в принципе, хорошее твердое покрытие на сегодняшний день. Может быть, ее в какую-то программу, в какой-то проект. Я понимаю, что за счет местного бюджета это не осилить нам никак. Добрынина-Дымково, будем решать этот выпуск. Говорили на встрече с главой округа и об уборке проезжих частей от пыли и песка, которые остались после подсыпки дорог во время зимнего содержания. В настоящий момент разрабатывается план проведения двухмесячника по благоустройству, в рамках которого подрядчики уберут оставшийся после зимы песок.